Всем привет, это снова Айса, и сегодня у нас бьюти-новости выпуск 12, который я пропустила на прошлой неделе, потому что я была, во-первых, в Сидне, и во-вторых, что-то так было мало релизов, и я поняла, что, мне кажется, на полноценный выпуск бьюти-новостей мне не хватит. Но, тем не менее, под конец марта я что-то сошла с ума и решила накупиться косметикой, при том, что не было особо новых релизов, но я вот что-то умудрилась много чего купить, и давайте я вам сделаю апдейт по тому, что я уже купила. И давайте начнем с нового релиза от Fenty, это Fenty Is Drop, это новый тинт от Fenty, вышел в 25 оттенках, вообще удивительно, потому что у Fenty обычно огромный такой ассортимент оттенков, обычно у нее где-то 40, мне кажется, оттенков выходит, но здесь вот 25, и в итоге мне, то, что вот у меня пудровый тональник был в каком оттенке, он не подходит к номерам оттенков этого тинта, поэтому пришлось тестировать. Слава богу, он у нас уже был в Sephora, поэтому я смогла уже потестировать на руке, у нас уже и свотчи разрешили сделать вообще в Австралии, вошла в нормальный режим. И вот я купила этот тинт, он такой увлажняющий, он, как видите, вот он у меня сейчас на лице, я проносила его 8 часов, я там гуляла, потела немножко, видите, у меня все очень сильно сияет, мне кажется, он, наверное, все-таки не для жирной кожи, но будем еще смотреть. Я вот только первый раз его нанесла на лицо, но мне пока нравится эффект, что-то я начала тяготеть к таким тональникам с легким покрытием, но мне с тинтами что-то не везет, что я покупала вот недавно от L'Oreal вот такой вот тоже тинт, Skin Paradise, его вроде как хвалили, но на мне он вообще ужасно просто смотрится, и это пока вроде хорошо, но я сделаю вам апдейт, наверное, во вторник-среду, наверное, выпущу уже видео. К этому моменту я уже успею его нормально так поносить, мне кажется, раза 3-4, так что ждите обзор на издроп от Fenty. Также я купила новый тональник от Dior, Natural Nude из линейки Forever. Я, как говорила про этот тональник в одном из предыдущих выпусков, я говорила, что вышел какой-то новый тональник от Dior, но я не помню, как он назывался, и не могу найти ни у кого в инстаграме новости про этот новый релиз. Вот он называется Natural Nude, я там просто упомянула еще про их тональник такой спрей, который с поливеризатором, вот, и многие подумали, что я говорю о нем. Нет, это вот их старый тональник был, просто я говорила о том, что я хочу попробовать его, потому что Морган Тернер носила его на свадьбу, но вообще говорила я про Natural Nude. Это тональник, он вроде вышел в 17 оттенках, ну, по крайней мере, на их официальном сайте 17 оттенков. Не очень большой выбор оттенков, и я так на глаз купила себе, потому что в Sephora он вроде как у нас не появился вот именно в магазине, он есть в онлайн-магазине, мне вроде как уже выслали его, так что ждите на него тоже скоро обзор. И я закупила с румяными кремами от Fenty, это не новинка, но я купила еще 4 оттенка в дополнение к одному, который у меня уже есть, просто мне очень нравится формула этих кремовых румян, я решила купить всякие разные оттенки интересные и сделаю вам видео со сводчами. Ну, пускай это не новинка, но мне кажется, классный румяна, и было бы хорошо, если сделать прям сводчи на щеках, потому что многие просто делают сводчи на руках, и не очень видно, как вообще румяна выглядят на лице. А также я купила новую палетку от Хиндаш, вообще я просто в шоке от себя, я не купила палетку от Наташи Диноны, потому что я смотрела, вот я сейчас, не знаю, пробую поставлять макияжи тех, кто делал... Ой, кстати, мне надо сесть полубоком, я забыла. Поставляю макияжи бьюти-блогеров, которые уже делали обзоры на эту палетку, и вот реально мне никто... Ну, то есть смотрю эти обзоры, да, потому что у нас сейчас в Сифоре идет акция, 20-25% скидка, и вот как раз Fenty новый тональный купила со скидкой, и Dior тоже купила со скидкой. И я вот поняла, что я даже Наташу Динону с 25% скидкой просто не хочу, я посмотрела все эти макияжи, и вот классные бьюти-блогеры, очень красивый макияж у них обычно уходит. Ну вот мне нравится, мне макияж сделанная палетка, и я не знаю. В общем, купила палетку от Хиндаш, при том, что она полностью матовая, там какие-то более такие натуральные цвета. Я небольшой фанат Хиндаш, я смотрю его видео чисто такой с эстетической точки зрения, просто понаслаждаться. У него очень красивый макияж, да, очень такие элегантные, очень такие изысканные, но просто из-за того, что все эти макияжи сделаны на таких красивых девушках с огромными веками, с правильными чертами лица, с безупречной кожей, и ты просто смотришь на их макияж, и мне даже вот как-то рука не поворачивается, то, чтобы повторить макияж, сделан на этих моделях, мне кажется, просто на мне это не так будет смотреться абсолютно, вот. Но это единственная моя претензия к Хиндаше, так-то он сам очень приятный человек, как мне кажется, и я посмотрела его презентацию, у него вышло уже два ролика с его новой палеткой. Первый, там, где он рассказывает про палетку, очень хорошо был сделан ролик. То есть в этой палетке, да, шесть, вот всего лишь шесть оттенков, но каждый из оттенков, он сделан градиентом, из одного переходит в другой, если так подумать, в принципе, можно сказать, что она из 18 оттенков, это же палетка, потому что там два абсолютно противоположных оттенка, да, вот, и между ними градиент, что-то такое среднее. В принципе, при желании и при определенном мастерстве можно из этих вот, из этого градиента сделать просто кучу разных оттенков. Там Хиндаш в своем видео показывал просто вот чисто какие-то коричнево-серые оттенки, да, натуральные, просто пользуясь, там, не знаю, этими тремя рефилами, можно сделать просто большое количество оттенков. То есть такая полноценная, блин, не знаю, оргии от Jeffree Star, который там 25 оттенков, или сколько у него там было, мне кажется, можно из этой палетки достать. И сначала мне не нравилась идея градиента, а потом, что-то я посмотрела его видео, и мне заинтересовало, потому что у него вроде как формула очень-очень легко тушующаяся. И я посмотрела второе его видео, там, где он делает макияж, эта палетка, и действительно выглядит так, как будто оттенки хорошо тушуются. В общем, мне заинтересовала действительно эта палетка, плюс ее еще можно использовать на лице в качестве контуринга, бронзера, в качестве румян. Посмотрела еще рекламную кампанию, очень красивый ролик был сделан рекламный, в общем, я впечатлилась, не знаю, купила эту палетку, при том, что она не то, что там какие-то уникальные цвета, но я надеюсь, что там такая классная формула. Ну и, в принципе, хорошая идея, то, что можно использовать как контуринг, бронзер и прочее-прочее, хотя часто бывает, что вот тени, им недостаточно такой какой-то легкости нанесения и тушевки, да, чтобы хорошо, красиво распределялось по тональному крему, но не знаю. Ну, вообще, я верю в хиндаши, мне кажется, он какое-нибудь непотребство своим фанатам не предложит, поэтому, мне кажется, нормально все будет, в общем, жду палетку. И из того, что мне еще приглянулось, у Уэйна Госса вышли двушки, там, бронзер и контуринг, и вот бронзер, он такой сияющий, контуринг, он матовый. Выглядят они, кстати, хорошо, мне кажется, это интересная идея, потому что часто бывает, что бронзер идет с хайлайтером, да, и вот часто не хватает контуринга. Здесь вот именно вот матовый контуринг, сияющий бронзер, вообще, мне кажется, красивые оттенки, я не смотрела, у Мэл Томпсон уже вышел обзор на эти двушки. Я не смотрела еще пока, но вообще интересно, единственное жаль, что не успевает этот релиз выйти до, ну, сейчас идет просто ивент, там дают 20-долларовую карту подарочную, при покупке на 100 долларов, ну, я про Бьюти Лишь говорю, где, собственно, Уэйн Госс продает свои продукты, но, видимо, этот релиз уже не попадает под эту акцию, к сожалению, потому что на Бьюти Лишь очень редко добывают скидки, если вы что-то хотели там купить, покупайте лучше сейчас, и я, кстати, подумывала на Бьюти Лишь купить новую тушь от Джеффри Сталь, но что-то я делала опрос в Инстаграме, и треть опрошенных сказала, что вообще не хочет смотреть этот обзор, и, на самом деле, мне кажется, только человек 200, наверное, захотелось посмотреть обзор на эту тушь, и это не так много, потому что обычно еще из тех, кто ответил «да», на самом деле, не всегда смотрят обзоры, и, в общем, не было особо интереса к этой туши, хотя мне очень понравилось оформление, действительно такое интересное. Я не против названия, понимаю, что это такое прям очень скандальное название, и странно очень, например, каких-нибудь визажистам, да, пользоваться этой тушью, когда, там, клиент у тебя спросит, там, что это за тушь, и ты такой, типа, ну... Но упаковка мне понравилась, хотя, судя по отзывам, она ничего такого сверхъестественного не делает, но она вроде как и не заявлена, что что-то сверхъестественное, просто она должна быть стойкой и, собственно, устойчивой ко всяким разным видам развлечений. Но туши я, наверное, пропускаю, потому что у меня уже есть, там, 18 тушей, на которые я делала обзор, я поняла просто, что я... мне нужно прекратить просто тратить деньги на какие-то дорогие туши, потому что я могу тушью из бюджета тоже нормально накраситься, и они, в принципе, довольно стойкие. Ну, в общем, скоро будет обзор на 18 тушей, а эту тушь я, скорее всего, пропускаю. Ну и вообще, выбирая между Наблой и Скотиком, я, наверное, все-таки и этой тушью от Джеффристайля, я все-таки Наблу с Скотиком возьму. И еще из релизов, которые приглянулись, у Джимми Чу вышли лаки для ногтей и новые оттенки помад. Про помаду мне говорила Анжела в комментариях, писала, что помада действительно хорошая, она выглядит очень круто, там такой принт питона на помаде, и они слегка с отдушкой, что я вообще не очень люблю. Я люблю помады без отдушки или, если отдушка какая-нибудь такая с пищевыми ассоциациями, какая-нибудь ванильная, там, шоколадная, кармельная, вот, что-нибудь такое. А вот, когда цветами пахнет, я не очень люблю. Лаки очень красивая упаковка, прям вообще, ну, просто я по лакам особо не сгоняюсь, у меня лака, мне кажется, два оттенка, розовый и такой вот темно-вишневый, темно-бордовый, и обычно мне этого хватает, я бы, наверное, еще черный прикупила, но так, я не фанат. Лаки стоят 48 долларов, мне кажется, это довольно дорого для лака. И помада стоит 65 долларов, что тоже довольно дорого. В общем, я не знаю, плюс еще Джимми Чук, к сожалению, для меня доступна только в Харрис, а в Харрис мне еще доставка стоит 40 австралийских долларов, так что, наверное, не для меня релиз. Но если вы любите люксовые продукты, то обратите внимание, действительно, очень красивая упаковка, очень красивое оформление. Оттенки, правда, такие, тут, наверное, только два таких вот более-менее нюдовых оттенка, остальные все довольно-таки яркие и не для всех, но вообще мне нравится, когда люксовые бренды выпускают какие-то интересные оттенки, а не просто там, не знаю, 10 оттенков нюда. Приглянулись еще кремовый румяна от Melt, красивые оттенки, но единственное, я посмотрела на стоимость, вот они стоят 22 доллара, да, фенти кремовый румяна стоит 20 долларов, и, да, скорее всего, фенти гораздо меньше, потому что фенти, ну, вот такого размера румян от фенти, очень маленький, и, наверное, румяна от Melt, мне кажется, побольше будут, но все равно я лучше, наверное, от фенти куплю проверенную классную формулу, и я вот уже, говорю, теперь обладательница пяти оттенков кремовых румян от фенти, и, скорее всего, я релиз от Melt пропущу, но вообще, в принципе, не так дорог, 22 доллара. И если вы не носите маски, может быть, приглядитесь к этому релизу, но вообще кремовый румяна, это вот просто сейчас мы в Австралии перестали носить маски, поэтому я люблю кремовый румяна сейчас, но вообще они, мне кажется, смазываются все равно маской проще, чем матовые какие-нибудь румяна, пудровые. У Huda вышли три новых палетки, над которыми уже только ленивый не посмеялся, потому что это вот та же самая гамма, которую Huda любит, постоянно выпускает, но при этом мне понравилась вот которая самая темная, которая называется Chocolate, есть у нее там еще Toffee, но он, палетка слишком светлая для меня, там очень много светлых оттенков, которым я просто не найду применения, и третья палетка это Caramel, а там много каких-то вот оранжеватых, жижеватых оттенков, я такое тоже не очень люблю. Но вот Chocolate мне понравилась, потому что я пропустила Naughty Nude от Huda Beauty, там тоже было много таких вот такого рода оттенков, но вот на Chocolate я засматриваюсь, если кому-то интересен этот обзор, то же напишите мне в комментариях. Но вообще я сейчас стараюсь палетки теней не покупать, я вот только купила палетку от Hindash, потому что она такая очень интересная. Сейчас у меня просто на обзор есть, вот я сейчас накрашена Cordae Rosso от Sigma, и плюс еще надо все-таки эти две палетки, уже у меня лежат столько времени, и у меня все не доходит руки сделать обзор, поэтому сейчас я сконцентрировалась на тональниках, на каких-то румянах, на бронзерах, и поэтому, скорее всего, палетки теней я не буду покупать, но, возможно, вот этот вот Chocolate от Huda я куплю, не знаю. Напишите мне в комментариях, если вам интересно. Я сказала, сконцентрируюсь на бронзерах, но вот если двушка от Wayne & Goss меня привлекает, мне не очень привлекает бронзер от Dior, вышел сейчас в 10 оттенках, по-моему. Я вообще удивлена, мне кажется, бронзеры обычно в таком количестве оттенков не выпускают, здесь вот прям аж целых 10 оттенков. Но, видимо, Dior обратил внимание на критику бренда, то, что недостаточно темных оттенков в линейке обычно выходит, и поэтому они сделали вот 10 оттенков бронзеров. Я, скорее всего, не буду покупать этот релиз, хотя уже он доступен в Neiman Marcus, там это какой-то американский магазин, и еще доступен в линейке магазинов Douglas, это европейский какой-то магазин, так что если вас привлекают люксовые бронзеры, можете посмотреть. Вообще, в принципе, он симпатичный очень, но как-то мимо, и мимо тоже новый бронзер от Guerlain. Guerlain выпускает лимитированные вот эти терракота бронзеры, они всегда в каких-то разных интересных упаковках, они всегда очень красивые, но, не знаю, я не слышала каких-то восторженных отзывов про Guerlain, говорят, что хороший действительно бронзер, но вот почему-то сейчас бронзером как-то не особо тянется рука, я очень перешла на румяна, вот сегодня я, например, даже бронзер не использовала, у меня вот чисто вот румяна от Clinique, и как-то я вообще без бронзеров прекрасно себя чувствую, и поэтому, наверное, не буду брать этот релиз, как не буду брать релиз от House of Celash, мне кажется, это вообще просто невероятно скучные релизы какие-то, здесь двушка румяна, какие-то сияющие, плюс хайлайтеры, они очень такие слабо пигментированные, плюс еще тени тоже не особо высокой пигментации, House of Celash, это такой дом в парфюмерии, это какой-то парфюмерный дом, люксовый, мне как-то понравилось там оформление коллекции с коллаборацией с Чудо-женщиной, очень красивые были духи, очень красивая помада, но она столько стоила, что я просто такая, типа, нет, я, наверное, проживу без помады и духов, и как ни странно, у них коллаборация вышла с Микки Маусом, я вообще не любитель ни Микки Мауса, плюс еще за такие деньги, мне, наверное, не хочется совсем этого релиза, и вышла новая коллекция, тоже лимитированная от Nars, называется она Summer Solstice, она такая вся очень летняя, такая очень бронзовая, мне не очень нравится палетка теней, мне кажется, вот в таких оттенках у Nars очень много палеток, и она меня вообще никак не привлекает, ничего там уникального, интересного я для себя не вижу, плюс еще двушка бронзера и хайлайтер, и она меня на самом деле привлекала до того момента, пока Морган Тернер в своем видео просто мне не испортила всю малину, она просто сказала, на что это похоже, вот, если вам интересно, можете посмотреть ее видео, но теперь я тоже это вижу и не могу развидеть, но я вам не буду говорить, чтобы не портить вам настрой, но я точно не буду брать эту двушку, хотя у меня были уже какие-то позывы, наверное, ее все-таки прикупить, но теперь после Морган Тернера я не хочу ее покупать, и в общем, кремовая румяна от Nars я тоже не буду брать, опять же самые два оттенка, лагуна и казино, которые они постоянно перевыпускают в всевозможных формулах, в общем, старые коллекции Nars мне нравились гораздо больше, очень нравится новый кушен от Dolce & Gabbana, всегда оформление у Dolce & Gabbana, просто вообще очень красивое, шеф-скиз, но, к сожалению, Dolce & Gabbana не продается в Австралии, у нас ее никто не привез в косметику, и поэтому я могу, опять же, ее в Харрис заказать, только с доставкой в 40 долларов, австралийских, мне пока из Харрис ничего не нужно, поэтому не знаю, хотя кушены мне что-то тоже, вот перешло на всякие там тинты, на кушеные, что-то мне вот хочется какого-нибудь легкого покрытия, видимо, потому что у меня кожа стала лучше чуть-чуть, я вот сейчас пользуюсь косметикой уходовой вот Пол и Чойс, и она мне вроде, кстати, подошла, как мне кажется, и из-за этого мне прям потянуло на какие-то очень легкого покрытия, всякие тональники, кушеные, тинты, и вышла новая палетка от Tom Ford, Кокет, которая никак меня вообще не привлекает абсолютно, мне кажется, она похожа на многие другие какие-то палетки Tom Ford, при том, что я, ну, как бы, не знаток Tom Ford, но мне кажется, что-то на какую-то мне палетку она точно напоминает, хочется прикупить еще новую палетку от Burberry, там 9 оттенков, она такая теплая, нюдовая, в принципе, ничего интересного там нет, но просто Маша Мофф очень хорошо о ней отзывалась, и мне очень хочется попробовать косметику Burberry, мне нравится оформление, вообще очень классное, опять, и креативный директор Burberry, это самая French, у нее всегда какая-то интересная косметика, но, ну, наверное, не в этом случае, но все равно красивые оттенки очень, и видно, как будто прям очень пигментированная палетка, удивительно для люкса, плюс еще свочи такие очень металлики, очень красивые, если появятся у нас, то, скорее всего, куплю эту палетку, но посмотрим, сколько она у нас будет стоить, потому что у нас австралийские дистрибьюторы всех брендов всегда завышаются, ну, чуть ли не в два раза, не знаю, у Тома Форда выходит новый блеск, он выглядит, как расплавленное золото, свочи немножко такой желтый, желтоватый, я не знаю, как это на губах будет выглядеть, но в бутылочке это смотрится прям вообще очень классно, прям такое реально жидкое золото, и напоследок я хочу завершить это грустными новостями от Pet Magrat, опять у нее какие-то не очень интересные релизы, после этих жидких помад, которые подчеркивают текстуру губ, вышли новые наборы для глаз и для губ, для губ опять с этими кристаллами, которые вообще, я не знаю, это только для фотосессии в инстаграм какой-нибудь, потому что невозможно, мне кажется, с этими кристаллами не пить, не есть, вообще, наверное, вот действительно только ради какой-то фэшн-фотосессии покупать, плюс еще набор из отнувших, да, такой вот, что-то вроде влажного блеска, придающий оттенок, и такой очень глубокий синий красивый, это все, конечно, очень красиво, но, не знаю, я такие наборы не особо, честно говоря, люблю, я не занимаюсь фэшн-фотографик, и поэтому релизы эти для меня мимо, уже хочется какую-нибудь новую мазерши под Пэт Маграта, она все, значит, выпускает какие-то странные продукты, которые никто не просил, но не знаю, что там происходит с компанией, в общем, будем надеяться, что скоро Пэт нас порадует какой-нибудь большой палеткой, но, ну, а пока, собственно, это у меня все с релизами, если я что-то интересное пропустила, напишите мне, пожалуйста, комментарий, и спасибо большое, что досмотрели до конца, пока.